Здравствуйте! В эфире канал АПС программа «Городские подробности». Смотрите в этом выпуске. Скорректирован бюджет Архангельска, а также изменены правила благоустройства и озеленения города. Депутаты Городской Думы провели очередную сессию. Отопительный сезон в поморской столице проходит в штатном режиме. Текущее положение дел специалисты обсудили на совещании в мэрии города. Административная ответственность и серьезные штрафы, управляющие компанией, не спешащие вывозить мусор, могут быть наказаны первые претенденты в нашем сюжете. В программе отчета прямых линиях, которые на этой неделе состоялись в редакции газеты «Архангельска. Город воинской славы» и анонс свежего номера издания. На этой неделе депутаты Архангельска и Городской Думы собрались на очередную 22-ю сессию. Повестка дня включала 15 вопросов от корректировки бюджета до ситуации с правопорядком. С какими предложениями выступила мэрия Архангельска и какие решения приняли депутаты, об этом далее. Первый вопрос повестки дня – доклад представителей управления городского УВД. Из отчета следует, что общее количество преступлений, как и аварий на дорогах, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2014-го примерно на 15%. Но тревогу вызывает незаконная продажа алкоголя и оборот наркотических веществ. Поэтому мы обратили на это дополнительное внимание, чтобы меры профилактического воздействия и борьбы тоже были усилены. В целом депутаты были удовлетворены работой УВД с учетом высказанных пожеланий. Депутаты единогласно поддержали разработанные мэрией города прогнозный план муниципального имущества на 2016 год. В него включено 164 объекта. В результате приватизации муниципальных объектов казна получит порядка 91 миллиона. Мы здесь решаем еще очень важную задачу – это поддержка предпринимателей малого и среднего бизнеса. Депутаты одобрили предложение мэрии и расширили перечень муниципального имущества, который предприниматели могут арендовать и затем выкупить. Кроме того, поддержку из городской казны получит Центр технического творчества. Выделено 3 миллиона рублей на создание в нем тира для проведения занятий военно-патриотической направленности. Надо идти в этом направлении и развивать эти центры. Это, во-первых, дополнительное образование, к чему мы стремимся – увеличить такие центры дополнительного образования, чтобы нам максимально занять наших детей. Депутаты также поддержали предложение муниципалитета об увеличении финансирования содержания мостов и путепроводов. На эти цели из городской казны направлено более 9 миллионов рублей. Средства будут израсходованы в том числе на ремонт моста через реку Ижма, а также содержание моста Краснофлотского. При планировании бюджета 2015 года мы рассчитывали, что данный объект вместе с улицей Папанина, с объездным шоссе будут переданы в региональную, а потом уже в федеральную казну. Это будет продолжение трассы М-8. До конца 2015 года пока у нас само это событие не произошло, а в бюджете муниципально мы данные расходы не закладывали. И сейчас мы вынуждены просто увеличить данные расходы до 100% фактически, чтобы Краснофлотский мост и подходы улицы Папанина, объездная, чтобы они содержались в соответствии с ГОСТом. Поддержали народные избранники и предложение мэрии об изменениях в правила благоустройства и озеленения города. В частности, ужесточена ответственность за нарушение сроков работ, детально регламентированные обязанности подрядчиков по восстановлению благоустройства и соблюдению гарантийных обязательств. Самое главное, мы надеемся, что реализация этих правил позволит в конечном итоге привлекать уже к ответственности. То есть на данный момент у нас единственный шанс это обратиться в судебные станции в отношении того или иного юридического лица о соблюдении правил благоустройства. Мы сталкиваемся с такими ситуациями, что у нас ряд организаций, которые годами не закрывают эти ордера. Эту работу, скажем так, мы планомерно ведем. У нас в муниципалитете создана рабочая группа. В эту рабочую группу у нас входят различные специалисты, в том числе все главы округов, которые непосредственно работают на территории города Архангельска. Я повторю, что правила благоустройства регламентируют у нас не только разрытие, но это и озеленение, это содержание уличной дорожной сети. То есть куда организациям, например, у которых отведена территория, складировать снег, например. То есть они будут обязаны вывозить этот снег, заключая соответствующие договоры. То есть все стороны, все аспекты жизни в городе Архангельске эти правила благоустройства регламентируют. Изменения в правила озеленения и благоустройства муниципалитет будет поэтапно выносить на обсуждение депутатов городской думы. Тем самым эффективных рычагов для наведения порядка на территории Архангельска у городских властей будет больше. Как всегда, насущные вопросы городского хозяйства от благоустройства территории до прохождения отопительного сезона обсудили участники еженедельной планерки в мэрии Архангельска. На сегодняшний день все дома областного центра вошли в отопительный сезон. В жилфонде и учреждениях социальной сферы выдерживаются нормативные для осени уровни температур, а по возникающим от гаражан жалобам принимаются оперативные меры. За прошедшую неделю было организовано выезды по 10 адресам. В одном адресе оказалась разбалансированная система в тепловом узле. Украинская компания провела наладку. Наладить качественно и быстро работу теплосистем в преддверии зимы – задача номер один. Исполняющий обязанности главы города Святослав Чиненов поинтересовался у энергетиков, все ли ремонты проходят согласно графику. Те работы, которые сейчас проводит ТГК-2 на магистральных сетях, на разводящих, она вообще сказывается как-то на услуги теплоснабжения и ГВС для конечного потребителя. Они проводятся только в течение рабочего дня по согласованию всеми необходимыми структурами, в том числе управляющими компаниями, от жалоб или серьезных нареканий в наш адрес не поступал. Продолжается подготовка городских служб и муниципальных предприятий к работе по содержанию улиц Архангельска в зимний период. Основное направление, на которое я прошу сакцентировать внимание, это, естественно, содержание уличной дорожной сети в соответствии с ГОСТом. И обращать внимание на, первое, это остановочные комплексы, заездные карманы, тротуары. На цель эти управляющие компании тоже содержать дворовые проезды. Договорились. Вот наша основная задача. Неважно, какая зима будет, тротуары, дворовые проезды. Вот, скажем так, то, на что мы должны обратить внимание. Одной из главных задач в работе муниципалитета остается благоустройство городской территории. Святослав Чиненов поручил главам округов вести ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок, а также мест проведения земляных работ, чтобы не допустить нештатных ситуаций. Административная ответственность и серьезные штрафы. Управляющие компании, не спешащие вывозить мусор с городской территории, могут быть наказаны. О тех организациях, кто уже преуспел в своей безответственности, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день в Архангельске оборудовано 500 контейнерных площадок и тысячи помойных ям. За их содержание отвечают 98 управляющих компаний 350 ТСЖ Поморской столицы. Вот только как эти организации следят за чистотой вверенных им территорий? За примером далеко ходить не надо. Эту контейнерную площадку в самом центре города, у дома 175 на проспекте Ломоносова, обслуживает управляющая компания Архжилсервис. Даже такому беспорядку руководство УК нашло объяснение. Заносят деревяшки, деревянный жилфонд. Не знаю, правда, чей он входит. Вот этот дом, который там МЧС где находится, все сюда несут. А площадка наша. Такое перекладывание ответственности тянется годами. А вот, точнее, мусоры ныне там. А вот эти контейнерные площадки у домов на проспекте Советских космонавтов обслуживает Архангельская жилищная Северная компания. Ситуация не критичная, но даже такого наполнения контейнеров УК допускать не должны. Выбудутся они вовремя. Раз, ну, где-то даже два раза в неделю. Выбудутся вовремя. А почему тогда в таком состоянии? Ну, вот, вероятно, что-то не хватает. Может быть, надо увеличить. Еще один контейнер поставить. Может быть. Если места и правда не хватает, представители управляющих компаний должны предложить жильцам выход из ситуации. Так решить мусорный вопрос может даже незначительное повышение тарифов. В любом случае, таких пейзажей, как у дома 18 на проспекте Ломоносова в городе, не должно быть. Достучаться до управляющей компании «Оберег» жителям дома не удается, не дозвонилась. До них и наша съемочная группа. Все опубликованные телефоны недействительны. Здравствуйте. Это управляющая компания «Оберег»? Нет, номер набирайте правильно, девушка. У дома номер 22 по улице Кольская две недели назад пропал один из двух контейнеров для мусора. Кто и зачем его увез, никто не знает. А вот последствия пропажи у всех на виду. Когда было два контейнера, было чище. И люди вынуждены, когда переполнено все, ставить пакеты прямо на землю. Собаки все разгрызают, разрывают, птицы раздирают. И постоянно тут бардак. Везде все раскидано. В надежде выяснить судьбу второго контейнера для мусора, а также узнать, когда же на Кольской снова будет чисто. Алла Ярина пытается связаться с управляющей компанией «Уют». Но ответ на том конце телефона уже две недели остается неизменным. Жителям дома по адресу набережная Георгия Седова, 20 представители управляющей компании «Архангельск» на звонки все же отвечают. Правда, вот уже год одной и той же фразой. Хорошо, заявочку приняли. А когда вот эти действия будут выполняться? Ну вот заявку приняли, не могу сейчас точно. Нет, ну подождите, мы до этого делали заявки, у меня соседи звонили, заявки подавали, ходили в компанию, жаловали. Однако на эти вопросы у управляющей компании «Архангельск» ответов нет. А тем временем помойная яма начинает превращаться в помойную гору. Мы платим деньги, все хорошо вроде бы. Вот это бардак, вот реально, как бы, ну, здесь даже мусор, даже к мусору не подойти, как бы. Сад из отходов раскинулся и перед окнами дома на Первомайской 20, корпус 2, что в округе «Майская горка». Разрастается помойница не столько силами жильцов, сколько из-за редких визитов представителей УК ДЭКОМ-3. Мы платим каждый месяц, а помойку приходится звонить, чтобы они вывезли ее постоянно. Но когда позвонишь, они приедут, половину вывезут, а половину оставят. Вот вывозили в начале лета, все, больше ее не вывозили. В управляющей компании предлагают альтернативу действующей помойнице на Первомайской. У меня запланировано, да, запланировано ее полностью убрать, засыпать, а контейнерная площадка у них на Первомайской 17. Мы просто дополнительный бак поставим и все. Следить за чистотой во дворах – прямая обязанность и самих жильцов, и управляющих компаний. В противном случае на управленцев могут быть наложены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. При этом руководство УК может быть привлечено к ответственности в судебном порядке. Такая практика была уже применена в округе Варавино-Фактория. Сейчас она распространяется и на другие районы Архангельска. В минувший понедельник исполнилось 24 года со дня создания первого в России мемориала погибшим в Афганистане. Чтобы почтить память солдат, не вернувшихся из горячих точек, на Вологодском кладбище собрались их матери, представители общественных организаций, кадеты и школьники. 2000 ребят из Архангельской области участвовали в Афганской войне, в Чеченской – более 3000. На плитах выгравированы имена 156 северян, погибших в ходе боевых действий. Этот мемориал был создан усилиями патриотов и простых граждан. В 1991 году с пяти кладбищ Архангельска здесь были перезахоронены погибшие в Афганистане. Этот мемориал блок устраивается, многие приходят сюда. Я думаю, что память как раз об воинах афганцев никогда не забудется. В 1991 году памятник был назван афганским. Казалось, что время, когда родители получают груз 200, уходит безвозвратно. Но уже в 1994 мемориал стал афгано-чеченским после начала операции на Северном Кавказе. Сын Ирины Рябининой Константин прибыл в чеченский шали на втором году службы в мае 1996-го, а уже в августе его не стало. Косте было всего 20 лет. Он служил в Улуге всего лишь. Пока он служил, пришел приказ, два года служить. И он как раз туда и попал. Я хотела выразить великую, просто великую, сердечную благодарность именно ребятам из долга. Потому что мы были такие убитые горем, они нас приехали, просто заставили приехать туда в долг. И вот там нас обыгрели, можно сказать. Городские власти делают все возможное для увековечения памяти воинов-афганцев. Также в Архангельске реализуется целевая программа помощи семьям погибших в локальных конфликтах и воинах. Ежегодно мы оказываем материальную помощь для ремонта квартир семьям погибших защитников Отечества. Приобретаем абонементы для того, чтобы мамы могли заботиться о своем здоровье и посещали спортивные комплексы, бассейн в городе Архангельске. Конечно, всяческим образом стараемся уделить им внимание. И здесь нам огромную помощь также оказывают школы, особенно школы, где учились ребята, погибшие в горячих точках. Уже скоро здесь, на площади памяти, откроется часовня Ильи Пророка. Пока же представители общественной организации «Долг» ведут сбор средств на подключение часовни к системе отопления, создание пандуса для людей с инвалидностью и установки иконостаса. В редакции городской газеты «Архангельск. Город войнской славы» на этой неделе состоялись очередные прямые линии с представителями муниципалитета. Обзор подготовила Мария Воробьева. Открыл прямую линию с архангелогородцами на этой неделе глава администрации Сахогорского и Цегламенского округов Николай Боровиков. Один из наболевших вопросов горожан – транспортный. Он особенно актуален для тех, кто живет на удаленной территории округа. Например, для Веры Васильевны с улицы – кирпичный завод. Гостем прямой линии стал и исполняющий обязанности главы администрации Маймаксанского округа Александр Сизов. Отдельный блок вопросов был посвящен теме грядущей зимы. Жительница улицы Гидролизная поинтересовалась. У нас улицы Маймакси будут чиститься от снега, я имею в виду зимой? Да, несомненно. Муниципальный контракт у департамента городского хозяйства заключен. Дороги третьей категории и первой категории, которая у нас есть, и второй категории, которая есть в Маймаксанском округе, будут убираться в зимний период. Вот у нас, в частности, улица, она какой категории получилась? Какая улица? Гидролизная. Улица Гидролизная, третья категория. Могут ли родители оказывать благотворительную помощь детским садам, насколько сегодня востребована профессия педагога? Найти другие вопросы в ходе прямой линии в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» ответила директор департамента образования мэрия Архангельска Татьяна Агибина. Родители школьника 24-й гимназии, например, интересуют внезапно изменившиеся в учреждении системы образования. Мы заходили на работотехнику. Это было бесплатно. В этом году они сделали работотехнику 7200. Преподаватель ведет неприходной свой школьный. Я не могу понять, на каком основании они сделали платный кружок. Сегодня любая образовательная организация самостоятельно определяет перечень тех услуг, которые может предоставить и ребяткам, и, так скажем, удовлетворить запросы родителей. Но они в обязательном порядке должны уведомлять родительскую общественность о тех или иных изменениях. Если, значит, это занятие предлагается на платной основе, значит, должна быть и бесплатная альтернатива. На вопросы архангелогородцев ответила и начальник управления культуры и молодежной политики мэрия Архангельска Глафира Балеева. Одной из первых задала свой вопрос юная архангельская поэтесса. Да-да-да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я уже хотела бы задать вам вопрос. Я давно пишу стихи, но пока не имею публикации. Как говорится, пишу в стол. И вот мне бы хотелось очень узнать, существуют ли в нашем городе какие-то литературные объединения самодеятельных авторов, и куда мне можно обратиться, чтобы показать свои произведения и получить какую-то оценку моего творчества. Прежде всего, если вы начинающий автор, я бы вам рекомендовала обратиться в Центральную городскую библиотеку имени Михаила Васильевича Ломоносова. Там существует литературное объединение. А затем, конечно, если у вас будет дальше успехи, скажем, прогрессировать в этом плане, то вы прекрасно знаете, что у нас существует в Архангельске и Архангельское региональное отделение Союза писателей России. И это уже, так скажем, для более маститых, для состоявшихся авторов. Одна из главных тем разговора прямой линии с начальником управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэри Архангельска Ольгой Дулеповой – усыновление. За последние 9 месяцев в Архангельске обрели семью 20 детей. Живем мы вместе с молодым человеком давно, но официально у нас драк не зарегистрирован. Мы можем усыновить ребенка? Да, конечно. Должно быть, чтобы у вас была стабильная заработная плата. Вот это обязательно. И место для проживания ребенка. И чтобы не было медицинских противопоказаний. Но будет усыновителем только один кто-то из вас. Или вы, или ваш молодой человек. Если вы хотите, чтобы в свидетельстве о рождении у ребенка было и мама, и папа, тогда вы должны быть в законном браке. Задать свой вопрос представителям муниципалитета архангелогородцы могут до 10 ноября. Каждый рабочий день в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» руководители структурных подразделений мэрии Архангельска, главы администрации округов столицы Поморья и директора муниципальных предприятий готовы выйти на прямую связь с горожанами. На этой неделе прямые линии в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» продолжатся. 26 октября на связи с горожанами будет глава администрации округа «Майская горка» Александр Феклистов. Во вторник, 27 октября, глава Северного округа Игорь Трофимов. А в среду Владимир Шадрин, глава Ломоносовского округа. В четверг, 29 октября, отвечать на вопросы архангелогородцев будет исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Горсвет» Александр Майданов. В пятницу прямую линию проведет директор предприятия «Водоканал» Сергей Рыжков. Задавать свои вопросы можно по телефону редакции 20 81 79 с 18 до 19 часов. Материалы о состоявшихся прямых линиях уже можно прочитать в свежем выпуске газеты «Архангельск. Город воинской славы». Далее в нашем эфире анонс некоторых тем издания. Участники круглого стола в областном собрании, представители власти, силовых структур, общественности и традиционных конфессий высказались за принятие закона, ограничивающего миссионерскую деятельность сект. Подробности в свежем номере. Исполняющий обязанности главы города Святослав Чиненов в своем интервью рассказал о проблемах и перспективах развития коммунальной инфраструктуры столицы Поморья. Вы также узнаете о том, какую роль в жизни современных детей играют школьные библиотеки. Чем запомнилась ветерану Леониду Санникову работа на архангельской таможне в 50-е годы. Около 80% россиян считают, что вытрезвители нужно вернуть. Почему назрела такая необходимость и как это сделать? На страницах газеты рассуждают представители здравоохранения, полиции и депутаты. Также газета продолжает дискуссию вокруг закона проекта о снижении брачного возраста. Как кризисные явления в экономике влияют на повседневную жизнь, в чем причина негативных явлений и где выход из кризиса? Об этом на страницах газеты говорит доктор экономических наук, профессор, советник ректора Сафу Альберт Сметанин. В редакции проходит серия прямых линий с директорами муниципальных предприятий, руководителями департаментов мэрии и главами округов. График на текущую неделю вы найдете в свежем номере. На страницах газеты вы найдете рассказ о судьбе епископа архангельского и холмогорского Тихона, со дня смерти которого исполнилось 5 лет. Страницу поздравлений и таблицу цен на продукты в архангельских магазинах. Газету бесплатно вы можете получить в киосках Роспечати. Газета Архангельс – город воинской славы. Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Такие новости на этой неделе. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин